что все налоговые льготы прописаны, регламентированы на уровне федерального законодательства. Но вот так получается, что есть индустриальные парки, довольно понятный инструмент, над которым хотел бы сегодня всем участникам подумать, предложить. Налоговые льготы есть, мы их посмотрели. А есть также предположения, вроде планы правительства Российской Федерации от этих налоговых льгот отказаться. Поэтому, с одной стороны, мы на них смотрим, с другой стороны, мы уже начинаем думать, будут ли они, в принципе, доступны в будущем, потому что в этом министерство финансов Российской Федерации не очень к этой теме тепло относится, не очень расположено. И есть вероятность того, что действительно этот инструмент у регионов в ближайшее время может быть недоступен, и он останется для, по сути, особых зон. Поэтому, мне кажется, индустриальные парки, в том числе, как территории, особые территории развития бизнеса, должны этот инструмент привлечения, эту фишку сохранить, даже если будет принято решение окончательно, что полномочия регионов по предоставлению налоговых льгот больше не будет распространяться. Соответственно, давайте я тогда передаю слово своему коллеге Петру Полякову, который занимался этим проектом, руководил им. Петр, давай тогда, мы готовы наконец увидеть, услышать те результаты, которые получились. Пожалуйста, тебе слово. Максим, спасибо, что представил. Уважаемые коллеги, добрый день. Сейчас я предоставлю результаты нашего исследования. Оно достаточно проходило, оно проводилось долго. Результаты достаточно интересные. Сразу бегу вперед, последнее исследование на подобную тему проводилось в 2016 году. И в 2021 году, соответственно, решили привести его еще раз. То есть посмотрим, каким образом изменились распределения регионов, которые эти льготы предоставляют. Ну и дальше, далее расскажу поподробнее про региональные особенности, про свод информации по этим льготам, про перспективы. И, в принципе, общую картину по этим льготам сейчас в России. Сейчас презентацию увидим на экран. С кем еще я не знаком? Меня зовут Поляков Петр. Я являюсь старшим экспертом по сертификации аналитическим проектам моей в России. Я, собственно, готов предоставить свое исследование сейчас. Начинаем. Так, немножечко сначала расскажу про структуру презентации. Про структуру презентации. Во-первых, о особенностях исследования. Затем про то, как появлялись эти налоговые льготы в регионах России и какое количество субъектов сейчас их предоставляет. После немножечко о региональных особенностях применения этих льгот. И далее, так скажем, у меня была попытка оценить влияние этих налоговых льгот на отрасль индустриальных парков и перспективы применения этих налоговых льгот в будущем. Обычно вот здесь показывают саму презентацию. Пока что технически выводим на экран для участников презентацию. Пару минут предлагаю подождать. Ну, в целом, если кратко, то в чем вводная часть моей презентации? Во-первых, кто оценивался? Какие налогоплательщики? Это управляющие компании индустриальных парков, резиденты индустриальных парков, государственные и частные. Затем оценивалось три налоговых льготы, вернее, три налога. Это налог на прибыль организации, налог на имущество организации и транспортный налог. Ключевой момент – это регионы могут предоставлять налоговые льготы управляющим компаниям и резидентам индустриальных парков в двух форматах. Первый – это регламентированно, то есть специально для управляющих компаний и резидентов. То есть конкретно прописаны эти термины в НПА региональных. И второй формат – это они могут предоставлять эти льготы этим же налогоплательщикам, но на общих условиях. То есть на общих условиях, то есть как рядовым резидентам. Нас, конечно, интересует больше первая группа регионов, которые предоставляют регламентированно. Далее я вот начну с льгот региональных по налогу на прибыль организаций, потому что известно, что согласно налоговому кодексу региональная часть ставки налога может понижаться, но не более чем на 13,5% распределения регионов. Сейчас там выведем на экран. Да, ну еще вот тогда уж к презентации настраивают. Вот немножко про историю исследования. В 2016 году, когда это исследование проводилось, число регионов, которые предоставляли эти налоговые льготы, составляло 12 регионов всего. В 2021 году таких регионов уже 43, то есть 42, вернее. То есть за 5 лет число регионов, которые предоставляют эти льготы, вышло на 30 единиц. Это достаточно интересный инсайт, потому что часть регионов из 2016 года эти льготы прекратили свое действие, но остальные регионы понимают, что это достаточно действенный инструмент. То есть индустриальный парк как инструмент привлечения инвестиций на территорию, достаточно действенный. И, соответственно, до него адресно доводились эти льготы. И региональными органами власти исполнительные провела проведена большая достаточная работа по... Так, ну вот это особенности исследования. Три налога представляются на каких основаниях. И объект налогообложения. Вот, опять-таки, эволюции появления. 2016 год 12 регионов. 2021 год 42 региона, которые регламентированно предоставляют налоговые льготы для управляющих компаний и резидентов индустриальных парков. Вот, вы можете ознакомиться с списком. Далее я буду пояснять про их особенности. Помимо этого, есть 63 региона России, которые предоставляют налоговые льготы для управляющих компаний и резидентов индустриальных парков на общих основаниях. То есть как рядовым резидентам. Для того, чтобы им получить эту льготу, им необходимо удовлетворить системы требованиям, общим требованиям регионального законодательства в сфере инвестиций, например. Вот, это 63 региона. Ну и, соответственно, это вторая группа. Мы сконцентрируемся на первой, она представляет наибольший интерес. Вторую группу пока что мы не трогаем. Ну и, соответственно, вы можете видеть, что более 20 регионов, они никаких налоговых мер стимулирования пока что не разработали. Собственно, двигаемся дальше. Какова современная картина налоговых льгот для управляющих компаний и резидентов? Начнем с налога на прибыль организаций. Для управляющих компаний налоговую льготу на прибыль организаций предоставляют 17 регионов. Как правило, это снижение до максимально возможного уровня 13,5% у большинства регионов. Но, например, у Оренбургской области это понижение до 15,5%, а у ХМАУ это понижение до 14% региональная ставка. А Ярославская область, она, в принципе, действует исходя из формулы, которая в региональном законодательстве приведена. Это достаточно сложно, поэтому я сюда не стал приводить. Что касается резидентов, то число регионов на единицу меньше, это 16 регионов, которые предоставляют льготу. Она, опять же, понижается практически у всех регионов до максимального значения 13,5%, кроме Оренбургской области и Челябинской. Она также определяется по формуле, как у Ярославской области. Что касается налога на имущество, это достаточно популярный налог. Число регионов, которые их предоставляют 37, это для управляющих компаний. Обыкновенная ставка налога на имущество это 2,2%, но в этих регионах, которые видите у себя на экранах, она обнуляется. Обнуляется, но в некоторых понижается. Допустим, Саратовская область понижается до 0,1%. Что касается резидентов, опять же, достаточно интересный сайт. Число регионов, которые резиденты предоставляют льготу, это 30. То есть, по сути, у нас происходит небольшой перекос в сторону управляющих компаний. В принципе, управляющим компаниям представляет год больше, чем их резиденты. Тут также обнуление происходит по большинству регионов, представленных у вас на экране. Там кроме Кировской области, Московской области, Липецкой, Пермского края и Томской области. Ну и Саратовская. Там идет понижение. Там до значения 0,1, 1,1 и так далее. Ну и последний рассматриваемый налог – это транспортный налог на транспорт. Транспортный налог. Он достаточно популярен в регионах, которые предоставляют льготы резидентам. Но для управляющих компаний их представляют всего три. Это Волгоградская область, Челябинская область и Ярославская область. Ну и для резидентов индустриальных парков представляется 8 регионов. Далее немножечко про региональные особенности предоставления этих льгот. Ведь мало знать, что эти льготы есть. Их необходимо еще получить. А для этого нужно соответствовать конкретным требованиям региональным, которые некоторые регионы предоставляют, некоторые нет. Начнем с региональных требований к управляющим компаниям для получения льготы по налогу на прибыль организации. Как правило, для получения льготы регион требует от управляющих компаний соответствия постановлению правительства Российской Федерации номер 794. То есть соответствия требованию 794. Это такие регионы, как Краснодарский край, Липецкая область, Перпский край и так далее. Полный список вы можете видеть у вас на экранах. Часть регионов требует от управляющих компаний вхождение в региональный реестр индустриальных парков. Это такие области, как Курганская, Рязанская, Челябинская и так далее. Есть и специфические требования. Например, Московская область требует от управляющих компаний соответствия определенному установлению МАКВЭД. Это установлено в приложении закона. И она требует от управляющих компаний капитальных вложений не менее 50 миллионов рублей. Также Калмыкия, Республика, доля выручки управляющих компаний от профильной деятельности составляет цифры не ниже 70%. Что касается Ярославской и Самарской области. Ярославская область требует того, чтобы был получен статус вне с проекта регионального значения. Самарская область, соответственно, представляет работу только для агропромышленных парков. То есть достаточно интересное распределение. Какие-то регионы фокусируются на федеральных требованиях, какие-то предпочитают федеральные и региональные требования, какие-то делают специализацию как Самарская область на агропромышленных парках, какие-то в добавок к дополнительным требованиям, в добавок к федеральным требованиям представляют еще свои региональные. Теперь, что касается льготы для резидентов индустриальных парков, то тут большая часть регионов, по сути, не предоставляет дополнительных требований, либо требует от резидента быть в реестре резидентов индустриального парка или заключить с управляющей компанией соглашение о ведении промышленной производственной деятельности. Ну и тут тоже есть специфические требования, такие как, например, у Иркутской области и Оренбургской области. В законе прописаны конкретные виды ОКВЭД, которым резидент должен соответствовать для того, чтобы получить льготу по налогу на прибыль организаций. Ну и Москва, она предоставляет льготу только якорным резидентам индустриальных парков. Определение якорности резидента тоже прописано в региональном законе. Двигаемся теперь к самому популярному виду налоговых льгот. Налоговая льгота – это налоговая льгота по налогу на имущество организаций. Тут достаточно подробно прописано, не знаю, видно вам или нет. Я вам сейчас кратко поясню, что, собственно, представлено в таблице. Требования к налогоплательщикам более разнообразные. К налогоплательщикам, претендующим на льготу, они более разнообразные. Часть регионов требует соответствия федеральным требованиям. То есть, опять же, опять-таки, представление правительства 794 – это Краснодарский край, Липска область. Часть соответствия и федеральным требованиям, и дополнительным требованиям, установленным правительством субъекта федерации. Это Ленинградская область, Новгородская область, Оренбургская область. Отдельная группа регионов требует только соответствия региональным требованиям. Например, как Москва, Московская область, Ленинградская область. Прошу прощения, только региональные требованиям. Это Вологодская область, Иркутская, Калужская. И часть предъявляет специфические требования, например, как Москва, Московская область. Вот тут видно, что, допустим, Москва требует от управляющей компании, чтобы проект, который она реализует, получил статус приоритетного инвестиционного проекта. В Московской области управляющая компания должна вложить не менее 50 миллионов рублей для того, чтобы претендовать на льготу. А вот в Ленинградской области, помимо соответствия постановлению правительства 794, выручки, определяется требование к выручке. И говорится то, что выручка от основного вида деятельности управляющей компании должна составлять не менее 80% от общего объема выручки организации. Ну и в Омской и Орловской области, соответственно, в Омской области там самые подробные требования, то есть необходимо, чтобы управляющая компания не являлась участником консолидированной группы налогоплательщиков, резидентом территории опережающего развития, правоприемником также проекта на этой территории, участником СПИКа и так далее, не занимаясь производством подакцизных товаров. Ну и в Орловской области достаточно интересные требования. Мало того, что учредителем управляющей компании должна быть Орловская область или муниципальное образование области, льгота предоставляется при условии реинвестирования высвободившихся вследствие этого льготного налогообложения средств в развитие индустриального парка. Все конкретно прописано, заключается отдельный договор. Ну и вот, как я сказал выше, в некоторых регионах не регламентированы конкретные какие-то требования к управляющим компаниям индустриальных парков на получение льгот. Ну тут тоже льгот, тут тоже регионы, требующие соответствия федеральным требованиям, это ХМАО и Пермский край. Регионы, требующие соответствия и федеральным требованиям, и региональным, это Башкирия. И регионы, которые требуют только регионального соответствия нормативно-правовых актов, которые регион принял. Это Адыгейт, Тарстан, Рязанская область, Санкт-Петербург, Удмуртия, Челябинск, Ямал-Ненецкий автономный округ. Специфические требования предъявляют Саратовская область, Варапольский край, Тамбовская область и Тюменская область. Например, в Саратовской области требуется, что в Саратовской области в принципе можно получить льготу, если управляющая компания частная. То есть там на управляющую компанию, в которой есть доля государства, эта льгота не рассчитана. Ну и необходимо, чтобы эта управляющая компания инвестировала не менее 20 миллионов рублей в создание парка. В Савропольском крае говорится, что организация, которая претендует на льготу, должна создаваться в форме государственного унитарного предприятия Савропольского края под ведомственному полномочному органу. Ну и, соответственно, вот некоторые другие особенности. В Тюменской области требуется, чтобы проект создания парка имел статус инвестиционного проекта регионального значения. Двигаемся к резидентам. Как я напомню, то, что для резидентов число регионов, которые предоставляют год резидентам парков, их всего 30, то есть на 7 меньше. Ну и тоже есть таксономия, в принципе, та же самая. Есть часть регионов, которые требуют соответствия федеральному законодательству, часть регионов, которые требуют соответствия федеральному и региональному законодательству требованиям. часть которой требует только соответствия региональным требованиям, специфические требования и генери-регументированных. Вот тут вы видите все регионы, которые предстоят эту льготу для резидентов и индустриальных парков. Где-то необходимо, вот, например, Республика Татарстан, достаточно интересное требование, на льготу могут претендовать резиденты, во-первых, субъекты малого и среднего предпринимательства, во-вторых, они должны входить в единый реестр субъектов МСП, в-третьих, территория парка должна быть заполнена не менее, не более чем на 70%, ну и резидент должен заключить соглашение с Республикой о реализации проекта. В Ставропольском крае Тамбовской области прямо прописано то, что получателями льготы могут являться резиденты агропромышленных парков, то есть тоже такая идет же специализация на промышленных площадках. Ну, последние регионы, которые вы видите, они тоже предоставляют льготы, и их требования вы видите на экранах. Теперь транспортный налог. Всего три региона предоставляют его для управляющих компаний, это Волгоградская область, Челябинская область и Ярославская область, и в восемь регионах предоставляют льготу для резидентов индустриальных парков. Вот в Волгоградской области, допустим, чтобы получить льготу, необходимо соответствовать федеральным требованиям, по сути, преличеству 794, и требованиям, установленным администрацией Волгоградской области. Челябинской области необходимо, чтобы просто в реестр, чтобы первая компания входила в реестр индустриальных парков в Челябинской области, и Рославской, чтобы был проект регионального значения. По резидентам, тут восемь регионов, которые предоставляют эту льготу, наиболее подробные, наиболее требовательные республика Татарстан. Далее, например, в Челябинской области предоставляют резидентам эту льготу по всем видам транспортных средств, кроме, допустим, от саней и снегоходов. А Курганская область предоставляет также по всем транспортным средствам, зарегистрированные на этой территории, за исключением легковых автомобилей. То есть все грузовые, они попадают под льготу. Теперь вот небольшая попытка уловить влияние, где вы видите налоговую нагрузку по отраслям. Налоговая нагрузка рассчитывается как отношение суммы налоговых сборов по данным отчетности ФНС к обороту организаций. То есть понятно, конечно, что это достаточно средняя температура по больнице. Но хотя бы тут посыл в том, чтобы посмотреть относительно среднего, какова налоговая нагрузка по отраслям. Для управляющих компаний в основном, основным видом АКВЭД является деятельность по операциям с недвижимым имуществом. Это правая шкала, вы видите, самая верхняя. То есть примерно в 2020 году нагрузка была 22,5%. Это гораздо выше среднего по России. А если мы возьмем резидентов парков, то у них основной вид деятельности, ну, должен быть, согласно ГОСТу, согласно постановлению 794, должен быть обрабатывающий производство. Это нижняя шкала, потому что ниже пунктира нагрузки, соответственно, ниже. Ну и, конечно, понимаешь, что это попытка сравнить в лоб напрямую, но тем не менее, для того, чтобы понимать, как, в принципе, могут эти льготы влиять на показатели отрасли, вот приведен этот график. На верхнем графике вы видите налоговую нагрузку числа индустриальных парков с 2017 по 2020 год. На нижнем графике число резидентов как росло, и, соответственно, нагрузка налоговая на эти организации. В целом мы понимаем, что это означает, что в целом налоговые льготы для индустриальных парков являются важными, но не определяющими. Неопределяющим фактором развития, как и обычно, традиционно для управляющих компаний, в числе приоритетных остаются там вопросы приобретения и пользования земельными участками, инфраструктурные возможности территории, маркетинг-услуг, рынок сбыта. А для резидентов это также рынок сбыта, транспортная доступность, кадровое обеспечение, отсутствие ограничений на ведение производственной деятельности. В завершение презентации хотелось бы сказать несколько слов о перспективах применения налогов и льгот на территории Российской Федерации, что касается налога на прибыль организации. То согласно статье 284 налоговой ставки Налогового кодекса Российской Федерации говорится, что пониженные ставки по налогу на прибыль, поддерживающим разрешение в бюджет субъектов, они не могут, они не пролонгируются после 1 ноября 2023 года. То есть, по сути, я специально не указал сроки на предыдущих слайдах, сроки действия налога на прибыль организации по тем регионам, которые эту льготу предоставляют, потому что после 2023 года они, по сути, не будут действовать. Но, однако, некоторые предложения были сделаны. И вот видите на экранах, инициатором внесения изменений стал Министерство промышленности и торговли на правила предложения Министерства промышленности и торговли о продлении срока действия вот этой пониженной налоговой ставки. Ну и, что касается налога на имущество и его перспектив, то с 1 января 2023 года установлено то, что налогоплательщики российской организации не должны включать в налоговую декларацию сведения об объекте налогообложения, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. Ну и с полномочиями объектов Российской Федерации исключено установление срока плата налога. Вместо этого вводятся единые сроки плата налога. Вот срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Собственно, вот это вот все, что все сказать коллеги. Если у вас есть вопросы, комментарии.